здравствуйте друзья доброе утро дождливо у нас вот нынче в кремниевой долине может быть я давайте вам улицу покажу наверно вам интересно будет посмотреть на улицу я сейчас почищу стеклышко да так вот надо сказать что 7 лет назад примерно в это время ну вот может быть не не день в день ну примерно в это время это был 2011 год и я тогда как бы социализировался на форуме говорим про юс ну и там было много разных знаете историй ну человек выиграл green card у приехал в страну как он устраивается и вот форум говорим про вес был как бы замечателен тем в частности в частности что там было много историй и это все было географически поделено на разные там регионы сша и вот ты читаешь как люди адаптируются там разные тоже люди как в сакраменто в сиэтле там одни там инженеры другие верующие третьи инженеры и верующие четвертые там скажем трак драйвер или неверующие и тогда в общем очень очень много было историй и мне на тот момент тоже может быть было чего сказать но как-то я думаю ну что я с начинающими буду как-то толкаться пусть там они рассказывают а тут значит хомер ну хомер это его форумный ник ник на его так и сергей его зовут этот сергей один из мужской владельцев совладельцев создатель формы вдруг сергей взял там и написал свою историю я думаю смотри-ка если уже те кто тут давно пишут то можете мне написать и вся эта история во мне где-то подспудно сидела ну сколько там уже было 20 лет прошло как мы в америке больше двадцати немножко и что-то она сидела не уходила я помнил до деталей какие-то вещи не знаю то ли болезненно все это как-то было не могу сказать но в общем сидела и еще за пять минут до того как я сел писать эту историю нашей эмиграции я не знал что я сейчас сяду и начну писать более того я понимал что это долгая история и я думаю ну как вот я сейчас начнешь писать сегодня там закончишь через год сколько у меня вообще времени есть писать всякие истории и так далее так далее то есть а я не очень понимал что сейчас начнется ну и тут я сел и начал писать вдруг написал такой большой пост ну написал и написал и тут что-то такое случилось что меня прорвало что ли я уже писал я не мог остановиться и писал откуда-то время взялось я не знаю но вдруг тоже вот это все импульс импульсами пойти не то что я спланировал там говорил там шести до семи я пишу историю нет вот она как-то вылетал и выскакивал я не я не знаю вот такой поток сознания не упорядоченный и вот просто перло и перло и перло а там же еще ребята вопросы задают ну то есть поначалу они просто замерли все и офигели то есть это было очень неожиданно и такая как-то история они просто замерли там есть такой механизм встроенный сказать спасибо им отряд сказал спасибо как у нас была такая доска в пионерское детство вот значит там есть такой механизм выдавания спасибо значит под каждый пост можно значит дать одно спасибо там этих спасибо я не знаю если сейчас посмотреть там наверное уже там под тысячу но и тогда тоже было очень прилично сразу в общем народ замер ну и там есть люди более общительные они вот вопросы начали задавать и вот это мое повествование оно ушло как бы своим ходом но параллельно я отвечал на какие-то вопросы отдельно постами тоже они как бы добавлялись к истории я не отвечал односложным постом там типа три слова или там три предложения а как-то так довольно развернут и в общем получилось нечто я это называю этот жанр я называю его жанром форумные прозы почему форумные потому что туда можно вставить кусочек из видео то есть фотографию можно и в книжку вставить в обычную до типографскую но здесь как бы такие какие-то так но мультимедийные что ли эффекты а можно ссылки ставить на эти в общем получилось вот такая вот да плюс там вопросы какая-то интерактивность присутствует вот я для себя это назвал форумной прозой и писал себе писал потом надо сказать что вот сейчас это уже все в виде книжки сделано года три назад там два с половиной к шестидесятилетию где-то там в общем сделано в виде книжки так вот книжка это 700 страниц из 700 страниц первые 500 написались за две недели вот просто вы понимали что что произошло какой взрыв был написали за две недели а после чего уже стало подключаться сознание то есть вместо потока сознания уже стало что-то такое сознание более сознательное она говорит миша надо как-то спланировать что ты делаешь о чем еще надо рассказать это вот сейчас вот не расскажешь о чем-то важным ну короче я села расписал о чем еще надо было бы сказать и он у меня появился такой план ну и когда появился план я начал по этому плану потихонечку дописывать уже не будучи в состоянии вот этой вот эйфории которая тебя несет и ты сам не понимаешь что с тобой происходит кульминационный момент был в написании этого всего я сидел у компьютера это было дома не не в офисе это было дома и я был в такой в рубашке ну обычной гражданской и вдруг я не знаю с чем это связано какой-то нервный механизм у нас тут наверно есть врачи есть психологи там они лучше знают но у меня слезы потекли я не плакал у меня не было такого чтобы я именно плакал но слезы при этом текли то есть не всклипывание не рыдание ничего такого не было я писал 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 а в это время текли слезы как бы немножко мешаем не писать но не так сильно мешая чтоб я не мог продолжить и я сам себе удивляюсь значит там фигачил по клавишам в это время слезы текли сколько там полстакана натекло я не знаю майка была вся мокрая ну просто вся вот спереди и дальше произошел такой момент когда все это вот вот эта терапия со мной произошла не могу сказать что я забыл все что происходило но детали куда-то все это кануло и я не способен сейчас это заново написать то есть вот если бы я сел и попытался снова это сделать я бы не смог я могу там рассказать о чем-то там какие байки там еще но вот так чтобы сесть и вот такой монументальный труд я бы уже не смог я просто не помню и реально не помню очень многого она выплеснулась выхлестнулась и в общем я думаю что это какое-то терапевтическое было действие для меня потому что она сидела под спутно в мозгу какие-то знаете там обиды старые какие-то переживания где-то меня зацепило там и тут и там и в общем я так это все рассказал это довольно искреннее повествование всегда есть вещи которые ты не можешь рассказать на публике не потому что там чего-то но другие люди задействованы и ты не ты не хочешь рассказывать что то что может кого-то там напрячь или огорчить или их там в какое положение поставить нехорошие поэтому я уж там как мог чего мог рассказал имена все поменял там и так далее но есть вещи которые все равно рассказывать но нельзя вот так же как допустим света иногда жена моя говорит что вот мол ты такой весь там блогер ты еще год в туалет пойди там снимай это чего ты там делаешь я буду туалет это уже она именно критикует мою акаба открытость такой что я это снимает и там рассказываю на год в туалете еще с ними ягону туалет это как бы не то место вот тоже самое когда ты пишешь книжку тоже есть вещи которые ты не не рассказываешь по разным причинам но в основном это довольно искреннее такое повествование и я могу сказать что когда я слушаю там чужие истории я думаю что вот моя она как бы по уровню искренности и открытости она в общем выделяется в хорошую сторону так вот сначала это просто была форумная проза потом уже когда стало много мне люди говорят а ты давай кого-то из нее это может быть книжку сделать и вот тема книжки она долго присутствовала пока в какой-то момент я подумал ну хорошо давайте сделаем книжку началось это с того что у нас были знакомые здесь студентка наш бывшая студентка уже работала она работала в издательском бизнесе в минске и вот эта женщина мне говорит ты знаешь что я тебе дам редактора я думаю но кто-то же должен все это переработать я же не могу сам я не умею и нет нет такой квалификации я же не литератор какой-нибудь пойти ну там просто инженер ну что и вот нашли редактор женщина из беларуси она не из минска но откуда-то профессиональный редактор она взялась это все редактировать и мы с ней так довольно плотно поработали то есть она мне все время там задачи разные ставила до этого у меня было пару человек которые срывались то есть мы начинали договариваться но они срывались был один дядька который мне безумно нравился но он как-то вот тоже соскочил ну в общем он сам писатель у него сколько-то книжек там и так далее но вот он соскочил и вот в конце концов вот нашлась женщина в беларуси и она взялась это дело редактировать в общем вот получился некий текст потом значит взяли корректора тоже она посоветовала там рядом то есть вот и корректор и редактор были из беларуси потом была женщина из орегона какая график дизайнер красавица молодая девочка она сделала вот эти картиночки все ну и потом надо было напечатать почему как-то все это шло 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 и вот получилась книжка такая все это вместе мне обошлось что-нибудь тысяч в 15 вместе с распечаткой распечаталась всего 15 200 экземпляров еще примерно сотня у меня осталось а вторая сотня разошлась ну там я я ее не продаю но так дарю вот она же есть на амазоне то есть можно в принципе купить но поскольку мне не заработать хотелось а все-таки чтобы ее читали то я просто вывесил этот файл он у нас на сайте портнов.com висит и под каждым видео которое есть у нас на канале если вы посмотрите вот под этим тоже если вы посмотрите в ссылках вы увидите эту книгу там файл написано там история нашей адаптации там и тогда дальше что произошло дальше мы коллективными усилиями вычитывали ошибки то есть мне люди долго там славя ошибки которые есть спеллинги там еще где-то и где-то сотни-две наверное ошибок я переправил и у меня есть файл как бы последний где все выправлено и собственно этот файл практически он же и висит вот там по ссылке то есть если вы прочитаете по ссылке электронный файл pdf то это будет более точно скажем так менее ошибочное издание чем например книжка которая бумажно дальше что дальше мне какие-то люди добрые сказали ну что же вывод только pdf а ведь люди читают еще там на чем-то еще и честно сказать я сам как человек который не читает нигде больше как кроме как либо там pdf на компьютере либо бумажную книжку они мне вот сделали там еще в нескольких форматах и тоже все это висит там для всяких девайсов и тут вот как-то тенденции нынче такие чтобы аудиокниги слушать опять я не слушаю аудиокниг хотя света моя практикует и вот сделали мы аудиокнигу вот она вчера я ее получил там 13 глав 13 файлов и сейчас я пойду ее попробую подвесить то есть подвесить книгу недолго но в отличие от книги нашей которая там в педефе лежит где я не знаю сколько было загрузок здесь я хочу сделать так чтобы было видно сквозь сколько есть загрузок я я не могу контролировать прочитал человек то чтобы или там прослушал то что он подгрузил но хотя бы знать сколько было там даунлодов это вообще интересно и я сейчас посоветую с нашим админом как это сделать правильно вот и сделаем значит я под этим видео помещу ссылку то есть я надеюсь чтобы быстро все это сделаем и я сегодня же успею видео это подвесить и соответственно я дам ссылку под каждым нашим видео я включу в список ссылок ссылку на аудиокнигу так так мы сделаем то есть она будет уже не не то что похоронена в одном видео где мы сейчас с вами беседы а эта ссылка будет вот как бы в списке ссылок которые у нас есть так смайк стали тут не проехать не пройти в общем такая история а у меня сегодня последний день на работе я может быть часов до двух до трех значит там разные дела по делу и потом мы двинемся собираться в дорогу потому что завтра с утречка в 9 там с копейками утра у нас самолет уходит на флориду в аэропорт города форт лаудердейл откуда мы и продолжим наши беседы счастливо